Христос Воскресе! Геннадий Тихонович, у меня такие вот вопросы возникли после посещения Алексеем Шахматовым Вашей общины Крестовоздвиженской в городе Барнауле. Я, конечно, ожидал большего от Алексея Шахматова, но после того, как он по приезду дал интервью по горящим следам, меня постигло небольшое разочарование. И вот у меня такой вопрос возник. А не связано ли это с таким вот правилом, но оно не описано в Библии, но написано одним философом, который сказал, что человек, соприкоснувшись со святынею, может повести себя как маятник. То есть, когда он поднимается на ступеньку выше, к Богу, то сила, которая противодействует, дух противления, пытается отбросить этого человека обратно в исходное положение, как бы по закону маятника. И вот я как раз и увидел в интервью Алексея Шахматова этот откат назад после посещения Барнаула. И вот когда я узнал, что он снова прибыл к Владимиру Головину, священнику, которого незаконно лишили сан, и вопрос стал о таком понятии, как молитва по соглашению, то у меня возникла аналогия, описанная в деяниях апостолов, такого рода. Буду пояснить свою позицию. Вот человек, который в совместной молитве по соглашению получает какую-либо пользу материальную, моральную, это дело хорошее, но если к этому прибавляются материальные финансовые дела, когда, допустим, участие в молитве требует перечисления куда-то денег, то не является ли это своего рода симонией? Вот как Симон хотел получить дары Святого Духа от апостола Петра и просил дать ему такое свойство, на кого руки возложат, то получит тот человек дары Святого Духа и предложил за это деньги. Ну и получил жесткий ответ, что такая просьба неуместна и Богу противна, потому что дары Святого Духа за деньги не получают. А ведь люди, которые пытаются по соглашению в молитве получить дары Святого Духа, если это делают за деньги, то как оценить такое явление во свете Библии? Ну, я сразу вам скажу, что у нас все записывается, высаляется в интернет. Вы не против? Да, я согласен. Ну, хорошо. Дело в том, что на подобные вопросы-то отец Владимир уже отвечал, и отвечал не один раз, дескать, куда они эти деньги тратят, на какое дело, там, презрение сироты, что-то строят, ну, не пропит и никуда. И не приходится сомневаться, что отец Владимир искренне говорит это. Но дело-то здесь совсем о другом идет речь. Вот сейчас мне, ну, пишут часто люди, как принять крещение. Для крещения нужно три условия. Как правило, на тройке все как-то складывается. Отвергни себя, возьми крест, следуй за мной. Три. Условия какие? Бог ставит. И почему оно все в тройке входит? Видимо, какую-то связь имеется с троицей. Вот цифра, шестерка, шесть, шесть, шесть. Начинаешь, когда дальше рассуждать-то, и в рассуждении открывается еще большее. Какую роль играют деньги? Вот мы посмотрим наказания, какие есть в Ветхом Завете, в Новом Завете. То, чтобы человека обличить, для этого нужен смелый, ясный дух. Но если кто-то есть рядом, а если никого нету, и случаются удивительные и страшные, обличать в этом начинает животное. Вот мы видим Валаам. Он идет, а ему сказано было, не ходи. Он пошел. И как под ним залегла слица, а пошел-то сребролюбие, об этом дальше апостолы говорят, как Валаам, предавшийся сребролюбию. Сребролюбие, главное, это вина-то была, какая пошел-то его большие дары. Пообещали ему Валах, и проклини народ Божий, и он пошел. Что за деньги, какие деньги, подарки, мы не знаем. Но они были, это явно и четко. Как называется, взятка. А вот коррупция, это все это на взятки. В Китае расстреливают за это. В мусульманских странах уничтожают этих людей. Высшее мере наказания. В советское время за взятку давали 15 лет. Тому, кто брал, кто давал, и кто посредничал, кто сводил. То есть, если только с этим не бороться, то разваливается даже мирское государство. Я беру из того, что, ну, официально, статьи такие были в уголовном кодексе. Они сейчас все это размазали, и страну разворовали сразу. Почему люди говорят, ну, почему они ведут законы, как в Китае? Ты посмотри, как она просветает. Страна-то эта, вперед движется. Деньги. Но что интересно, вот когда мы говорим, Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначаля, празднословия и сребролюбия, не дашьми. Сребролюбие выкинули оттуда, и сейчас оно не считается. Это уже иначе как безумием нельзя назвать. Выбросили из молитвы Ефрема Серина. Сребролюбие стоит там, а старобрядцы так и молятся, как при князе Владимире приняли. А эти, они все экономия, заэкономились, заикались. Послабление дают, то есть развращение. И все абсолютно поставили на этот конвейер. Главное, конечно, здесь преисподняя дыра открыта в Софрино. Как-то подсчитали выгоды со свечек и там с крестиком до 2000%. Когда Маркс разбирал этот вопрос, он написал, если выгода 100%, капитал показывает оживление. Если 200%, значит, он начинает уже, говорит, ботинки чистить. Но если 400%, 400%, капитал не остановится ни перед чем, даже под страхом виселицы, чтобы только вырвать эти 400%. А если их 2000%, ну понятно. Ну, 5 и 4, 25 виселиц стоит. И капитал на это идет. Вот мы видим в Новом Завете. Деньгами распоряжается, семья продали, но солгали. Но речь идет о деньгах и лжи. Она не сапира, его оба сразу умерли. Убил их Петр? Нет, конечно. Их убил Господь. По словам Петра. Он сказал, вот, вынесли и тебя вынесут. Вперед ногами, как у нас говорят. Если мы смотрим в Новом Завете, то это очень строго карается. Вот сказали Симония. Да, Симон, он хотел купить дар, на кого возложил руки, чтобы сходил Дух Святой. Вот я сейчас считаю, у меня передо мной книга правил, но экземпляр, я скажу, необычный. А чем он необычный? То, что книга эта, вот какая она, не какая издается в патриархии, а вот такая большая, большая. А на первой странице, дарственная. Вот это, ну, я могу сказать, что... Где она у меня тут? Ой, сейчас, минуточку покажу. Вот. На обратной стороне, я ее сейчас прочитаю, а потом покажу. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Игнатию Тихоновичу Лапкину даруется сия книга правил ради его миссионерских всесторонних трудов во славу Божию и на укрепление и защиту православной веры в Российской Православной Церкви. Митрополит Виталий, первоэрорх русской православной зарубежной церкви, Кирио, Пасха, 1991 год. Кирио, это означает 7 апреля Благовещения с Пасхой совпали. И вот я покажу. Смотрите, Сергей Егорович, вам не видно, наверное, это? Видно, видно. Видно будет? Ну, может быть, даже видно будет. Вот это надпись. Только буквы расплывчатые. Ну, а как мне сделать, чтобы они были видны? А, наверное, зафиксировать перед экраном. Ну, вот такое дело. Ну, видите, ради всесторонних трудов. А тут какой-то кто-то там, там и псевдоправославный, там Дворкин или кто-то начинает выдумывать. А я-то с митрополитом Виталием молился, каждый раз с ним рядом стояли. У него такая, как, рамочка вокруг была, чтобы ему не повалиться ни уходом. Ну, 90 лет, что спрашивать-то с лишним было. Мы с ним беседовали неоднократно. Он мне очень понравился. Молитвенник. Так вот, в этой книге изданной так, издание Братства Преподобного Иова Почаевского Так, минуточку. Требуется облющительное стекло. В Монреале, Канада. Русская православная зарубежная церковь 1974 год. Каноны или правила, книга правил святых апостолов, святых соборов вселенских и поместных и святых отцов с алфавитным указателем для облегчения нахождения нужного правила. Очень хорошее издание. Просто хорошее. Граб Грабе, он, епископ был, кажется, принял в этом участие. Дальше по-английски и потом по-русски. И вот мы прочитаем сейчас, как Господь наставлял святые соборы, они об этом рассуждали. Симония. Благодать Святого Духа непродаема. Вы на пальцах откладывайте, сколько раз будет правило, говорится. Шестой вселенский собор, двадцать третье правило. Черточку сделайте раз. посему поставляющих и поставленных за деньги, то есть рукоположение священники, или за дары, равны и посредствующих всем деле, то есть советский закон, посредник том, должно извергать со степени и должности, то есть епископ или кто, вышернуть его оттуда, а мирянина и монахов-то предавать анафеме. Серьезно? Второе. Да. Апостольское правило, двадцать девятое. Четвертый вселенский собор, второе правило. Шестой вселенский собор, двадцать второе. Седьмой вселенский собор, пятое правило. Седьмой вселенский собор, девятнадцатое правило. Взять, это только о том, что не поставлять за деньги, взять же рукоположение, когда бы то ни было, Или прежде поставление, или после, или во время рукоположения. Всё равно. А не так, что ты мне рукоположи, а я потом деньги дам. Крещение за деньги – это всё симония. Симония проедена, как проказы. Вся церковь сегодня православная. Где это написано? Василий Великий, 90-е правило. Геннадий и Тарасия. Дальше. Кто из епископов или пресвятеров требует за преподавание святого причастия денег, или чего иного, тот должен быть извержен. Ну, какая разница? Причастие, крещение. Но они сказали о причастии. А также к причастию идут, чтобы свечки положили. Я в церкви-то работал дворником, и знаю, целые большие такие, как корзины, полные свечей. И они тут же их обратно несут, она снова продаёт и уже отоваривает. Это я своими глазами видел. К причастию много подходит, сколько свечек там положить надо. Ещё что? Шестой Вселенский Собор, 23-е правило. Кто за деньги принимает в монашество, тот должен быть извержен. Седьмой Вселенский Собор, 19-е правило. Я думаю, достаточно. Это только в правилах. Сколько раз? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь раз, семь пунктов. Семь пунктов, да каких? Когда говорим «Селенские Соборы», мы должны понимать, что на них присутствовало в общей сложности полторы тысячи епископов. Это авторитетно? Да. Там были те, кто как Николай Чудотворец, Спиридон, Тремифунский, которые канонизированы, председательствовали на этих судах. Так что теперь посмотри, что у нас делается. И мы поворачиваемся сейчас на другое. А таинство церковное... Я тут не успел открыть это дело, это окрещение-то. Я немножечко, чуть-чуть, как бы задержусь об этом. Вы можете что-то пока своё сказать. Я сейчас загляну, речь мне надо найти, патриарха Алексея Второго. Так, вы пока немножко что-то спрашиваете, я слышу. Я два года тому назад, когда был в Харькове, то купил себе такую книгу. Она называется «Толкование на каноны церкви, апостолов, вселенских соборов и святых отцов». Это издательство «Сибирская благозвонница», репринтное издание, 1876 года. Для меня это была большая редкость. Но когда я задался целью найти такую книгу, то мне как бы сам Господь помог. И будучи в Харькове, в Святопокровском монастыре, в тамошней лавке церковной, я увидел этот трёхтомник ценой где-то 800 гривней. Ну, в рублях это получается где-то 2400 рублей. Но, тем не менее, я не пожалел и эту книгу взял. Хотя она напечатана на церковно-славянском языке. И не жалею. Но больше нигде в своей жизни, сколько я не ездил по монастырям, я никогда не встречал правил канонов Святой Церкви. Как будто нарочно кто-то скрывает эти правила от прихожан, не давая им возможность приобрести их и углубить свои знания в этом вопросе. Ну, слава Богу, что у меня такие правила есть. И теперь стараюсь по мере возможности тоже использовать их, когда работаю в интернете, в социальных сетях. Это такая вот у меня информация. Вот я нашёл какое, смотрите. Я прочитаю сейчас. Это важно для людей, которые... Оно сказано, сказано. Ну, вы уже понимаете, что сказано-то сказано. Из речей патриарха Алексея II. Сейчас крестится много взрослых. Им необходимо создать все условия, чтобы эта таинство совершалось в соответствии с апостольскими правилами. Запятая. Через полное погружение. Прошло полтора года с того момента, как я обращался к духовенству. Но, к сожалению, положение не изменяется к лучшему. Придётся, видимо, в дальнейшем разрешать крещение взрослых только в тех церквах, в которых имеются баптистерии, чтобы не вызвать нарекания среди верующих, которые считают его это строго необходимым. Понимаете, вот такие отговорки. Причём тут строго правило гласит. Также многие, 98% священнослужителей, словно не слышали нашего предупреждения. Прежде должна быть катехизация, что она должна совершаться благоговейно и неспешно. Но поступающие жалобы свидетельствуют о том, что крещение совершается небрежно, поспешно сокращаются часто, причём в сакраментальной его части. То есть таинства нету, раз сокращаются. Всё чаще стали слышать нарекания по поводу вымогательств. То есть назначение цен за совершенный треп. Такой священник позор для храма. Это всё он говорит. Священник требует особой платы даже за крещение, венчание, отпевание. Это уже настоящая симония. И к таким священникам мы вынуждены будем принимать меры канонического порядка. Больше всего поступает жалоб и прошение о проведении в каноническое соответствие совершения православных таинств и треп. В первую очередь это крещение, совершаемое порой обливанием одной только головы. Да не обливанием, а мочением, ладошкой мокрой. Головы окрещаемого вместо полного погружения. В некоторых храмах сооружённо баптистерия для крещения детей и взрослых, но ряд храмов с этим не торопится. Считаю, что не следует в таких храмах крестить взрослых, а для катехизации направить их в тот храм, где есть в баптистерии. Тогда разве это выход? А он-то зачем здесь? Он пустыню создал, вставку делал дальше. Священнослужитель во всём должен примером для своей паства. Жалоба о том, что от священников пахнет табаковой водкой. Каких бандитов напринимали в церковь? Я уверен. Это он говорит, что кто пришёл в церковь, не ради прибытка, а ради служения Богу останется. Многих же мы потеряли, как уже теряем и сейчас. Где это? Официальная хроника Московской патриархии. Называется номер 2. 1993 год. Страница 18. И номер 1 и 3. 1994 года. Страница 34 и 38. Из речи на Московском епархиаральном собрании. Вот, пожалуйста. Это что, симония? Ну, самая натуральная. Мне кажется, вот когда симония, говорят, надо разбить её на части. Си. А что она означает? Си. А ты теперь сам посмотри. Си. Си обозначает свидетелей Югова. Везде. Кратко, сокращённо. А мания – это мания. Мания – это деньги. Мания – величие. Мания – сребролюбие. Я уже по-человечески пытаюсь как-то людям дать понять, чтобы увидели. Даже в слове симония – это заложено что? Каноны. И всё. И везде говорит об этом. Теперь переходим к самому вопросу. Ну, я никакого внимания на это не обращал, что там молится. Я это доказал, показал. Когда был здесь шахматов Алексей Викторович, мы с ним беседовали тогда в студии. Я сказал, что по соглашению, это по согласию. Не надо ничего тут добавлять даже. А это было где? Вот Есмирь молилась, когда наседал на неё Аман. И они с Мардахеем по разную сторону. И фильмы показаны, как он пепел сыпет на голову, землю, а она там в царской палате убивается, плачет, чтобы сердце царя было в руке Господа. Молитва по соглашению, по согласию – это одно и то же. Но теперь, когда назначают так-то, так-то, а вот такое-то время и столько-то нужно, и деньги заплатить – это неприкрытая симония. Мне это не хочется даже и говорить, потому что это касается отца Владимира, которому у меня самое доброе расположение. Но дружба дружбой, а слово остаётся. Поэтому Евангелие Отеяна 12, 48 прямо говорит, Господь говорит, я не сужу, но слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. А раз симонию столь страшно даже сейчас, в других странах уничтожают за это, ну, по-своему, должность кому-то дать за взятку – коррупция. Продвинуть там где-то, лоббируют интересы за деньги. Сдумали менять счётчики, а счётчики новые. Проголосовали, завтра приходят, убирай счётчик, ставь другого, ему надо сбыть где-то. Это всё о расстрельной статье. Сребролюбие. И вот у них там так. Вчера мне выслали, как у них там выставлено. Вот я могу даже сейчас снова маленечко отвлечься и показать, где они тут так, в шахматах. Ролики тут так. Все, если они. Оценники. Так, вот, молитва. Так, это не то. Минуточку. Сейчас мы посмотрим. Очень серьёзно здесь вещание. Где-то, то есть, это не знаю. А вот. А, это чин принятия от мусульман. Тут они как говорят. Ну, тут у них где-то у меня-то вчера, я только снял оттуда. Мне скинули. Цены назначены 750 рублей. Там, ну, больше. Это что такое? Как это может быть? Я ещё не мог даже понять. Неужели это есть так? Но, оказывается, так и есть. Назначены деньги, приходят. Это связано с заказом молитвы. Кто бы имел близкий подход к отцу Владимиру, чтобы убрали это из интернета и истребили даже память об этом, что за деньги. Это не то, что никак. Это симония. Потому что таинство, любое сопровождается молитвой. Ну, какое самое большее? Все таинства хорошие. И особенно крещение и причащение. И там тоже молитву. И здесь молитва. О чём-то согласились. Мы всё время молимся. Я 56 лет молюсь по соглашению. Как? На их перехожу терминологию. Мне звонят ежедневно откуда-то помолиться. Я говорю, давайте молиться вместе. Это три святоя и сто поклонов. Показываем. Каноны, а капицы мы не считаем здесь. Когда нужно, ты их просчитаешь. Главное сразу успеть встать на молитву. Потому что большая беда. Человек в больнице, он едва переносит там боли такие. У него непонятно, что совершается. Вот мне вчера позвонили. Тут же минуту бросил. Не минуту, а секунду буквально. Всё. Букву до половины не дописал, как у монахов послушание. Кто бы мог выйти на отца Владимира и упросить, умолить? Добровольное пожертвование, а они это добровольное, никак не связанное с молитвой. И они даются потому, что люди сочувствуют тому делу, которое делают. Это как жертвы на строительство храма Христа Спасителя. Они так. Ваши имена будут записаны, и мы будем там молиться. Ну, молитесь, но с деньгами это не связано, и никак должно быть. Ни под каким видом. А священник требует для крещения, требуется что? Катехизация, полное погружение руками священника троекратное, и третье бесплатно. Сегодня все три пункта полностью нарушаются. Не учат, не погружают и берут деньги. Может быть, там только в этом хрящении, которое называется, осквернение. Как когда на других там еретиках говорил Киприан Карфагенский. Это сегодня все в православии. Совершенно все порушено. Особенно смотришь на бритых, в галстуках священники. Ну, никакой веры-то нет. Там Осипов, заразу, он распространяет. Он перепортил тысячи людей. А вокруг него пляшут, не видят. В то время не допускали даже к семинарию близко. Он профессором был. Явное дело, что здесь все и сотрудничество с КГБ на 100%. Даже гадать не надо. Все до одного архиерея связаны были этим. А дальше что? Дают льготы. Тоже покупают за деньги. Хороший приход. И поэтому епископ все простит. Даже если он прелюбодействует. Даже если он пьянствует. Если он платит, да еще сверху что-то. А тут средства пошли другим. Уже путем. Другое русло. И не подконтрольно московской патриархии. Они этого никогда не потерпят. И поэтому главная-то вина, что они ему там лепят, это ничего не значит. Главное, что деньги и деньги не им. Они этого никогда не потерпят. Почему они на мне зубы все ломают? А у меня ничего нет. Как отец Геннадий Фас говорит, Игнатия спасает его безупречность. Ну, нет ничего. Я даже маленький телефончик вот этот мне подарили. Ну, даже смотреть-то не на что-то. Я покажу его сейчас. Вот оно. Вот такое купили мне. Я не звоню, у меня нет денег. Я нигде не участвую. И никому я не звоню по интернету. А почему? Тут же ни деньги не платить. Ну, у меня нет времени. И что я буду спрашивать? Мне интересная мысль такая Александра Третьего, когда спросили, а почему ты, говорит, вот министры там какие-то давали предложения и не приняли никак. Он говорит, а зачем я буду слушать? Они меньше меня знают. Потому что дают необдуманные совершенно советы. И так я гляжу, он лопочет, не знает что. Он забрел не туда. Мне пришлось за 8 месяцев больше 9 тысяч заблокировать только. Которые, ну, злодействуют, матерятся и прочие пакости. Так и здесь. Я не хочу наткнуться на нехороший, как бы, отзыв от отца Владимира будет. Но я его люблю. Он мне дорог. И поэтому утаить я этого не могу. Притом убрать немедленно. И попросить прощения у людей, и попросить прощения у Бога. Что это было связано с молитвой. Вот приходит один человек. А монах там сидит, где-то в келье. Ну, подошел человек и золотую монету дает. Это большие деньги, золото. Помолись от таких-то. Деньги дал. Ну, возьми, он взял, положил ему и ушел. А монах-то ночью-то стал молиться-то. А потом заснул и видит. Этот, который подал, он сидит там терновник. Колючки такие. Он весь залепленный там далеко. А ему голос говорит, иди вытаскивай его. Да как, иди вытаскивай, притом голый. Раздевайся. И когда тот утром пришел, думает, что я ему дал деньги. Здорово, отче Василий. А он вот так, это твоя монета? Он говорит, моя. Он так катнул ее вниз под горку-то. Забери ее. Я всю ночь мучился в терновнике и не мог тебя достать. А они этих шахматистов никогда не доставнут. Никакие молитвы. Почему? Потому что веры никакой нет. Нет веры. Он хорошо говорит, открыто, слава Богу. И мне Алексей дорог, я молюсь каждый день о нем. И тоже прошу, чтобы приехал в Потеряевку. Вы на него выйдете и скажите, я не раз был там. Приглашайте его. Ну, отец Владимир сам обещал, если ничего не изменится. Больше отвечать нечего. Каноны это запрещают. А в житиях святых встречается, иногда деньги дают. Она принесла Арсения Великого, одна там княгиня, какой-то сосуд, ящик буквально с монетами. А он как молился, уткнулся в землю и не поднял даже глаза. Она говорит, ну вы помните меня, я вот принесла, да тут у дверей стоит. А он ездит, не поднимая головы, говорит, вы кому принесли, мне или Богу? Он будет считать и караулить. А теперь, ну вы тут не забудете меня. Он говорит, я только молиться буду, чтобы забыть вас. А она-то приехала по благословению епископа, она сразу к нему, она добрая женщина-то. И так, и так. Он говорит, ты неправильно поняла, ты очень хорошая, добрая, и лицо светлое у тебя, и ты красивая. Все еще ты красивая. А он мужчина все-таки, какой бы ни был монах. А он тебя успел увидеть, когда ты зашла. И он молится о том, чтобы забыть тебя. Он поэтому и ответил, чтобы лицо твое исчезло у него из образа. Он ей расшифровал. И поэтому деньги эти не за молитву. Там деньги пошли на строительство, чего-то на, как Ян Милостивый, у него ежедневно до трех тысяч обедала. Пенсии-то не было. Социального обеспечения. Интересно как, государство вообще не заботилось. Что накопил, то твое. И поэтому нужно было кормить людей. А сегодня-то каждый получает, да еще просит, да и то другое. И вот о чем просят батрону, и какие там вешают. А что за деньги, вот именно деньги и молитва, что была, этого нигде нет. А молятся совокупно. Молитва по соглашению. Она есть у мусульман, у буддистов, у всех, кто молится. То есть давайте молиться. Как Павел говорит, молитесь, что я был возвращен вам. Филиппийцам написал. Вся церковь поднята на ноги. Чтобы я был возвращен вам для благовестия. Цель-то какая? Не просто. Если Коринфянам пишут, а то молитва по соглашению. Самая натуральная. Так что в молитве по соглашению не надо наставить на определенное время. Вот мы молимся утром. Ну, определенное время. И люди не знают, где кланяться. А глядя на нас, они... Так написано тайно. Тайно, потому что награду ждали они среди фарисеев. А у нас награды никакой нет. Ну, не надо дурить. Тогда и в храм не ходи, как Лев Толстой понимал. Тебя видят там, и нельзя молиться. Христос запретил на людях молиться. А каждый священник кланяется. Это архиереи, патриарх кланяется. Вот задача такая. Если только примете, попробуйте выйти как-то через кого-то. А мы этот ролик поставим. Может быть, мы сейчас разойдемся. Вы мне скиньте, какое будет у вас желание, как назвать его. Что все это хорошо отца Владимира. Исключили его там, и избежали это незаконно. Незаконно. Но подчиниться надо в полноте. Не благословлять, не делать ничего священнического. Следующие его сразу придадут Анапими. А это уже серьезнее намного. А сейчас он может причащаться каждый день. И к интернету он, этот епископ, никакого отношения не имеет. Только вот эта вот графа деньги. Это я им говорю. Говорю с абсолютным знанием их дела. Я ролики слушаю, смотрю, разговариваю. И он расположен ко мне. Отец Владимир. Очень даже. Там такое, когда спрашивали обо мне, он там назвал. Я, говорит, его ученик, поеду учиться. Даже так себя назвал. Ну, какой я учитель. Это так он просто через край уже похвалил. Как Ян Златооз говорит, сплели мне венец больше головы. И он опустился до плеч, а голова неувенчанная осталась. Ну, вот так. Вопросы. Отец Игнатий, вы уже однажды говорили на эту тему, но прошу еще раз повторить те слова, которые говорили по поводу эволюции требований апостолов к новопрощенным язычникам, на которых пытались иудеи возложить все-все-все положения, все требования, которые были в законе Моисеевым. Речь идет о том, чтобы новопрощенные язычники не употребляли крови, идола жертвенного, не блудили и не желали людям того, чего самим себе не желают. И вот каким образом на сегодняшний день произошла эволюция от этих простых пяти правил к 719 правилам, которые указаны в соборах вселенских, поместных и святых отцов. Ну, перекос в чем, где, так сказать, другого игота не наложили, а у вас бороды какие-то там поют, сады, все такое, осыпляются. Ну, давайте так рассуждать. Они сказали язычникам, речь шла о предписаниях закона, только об этом. Там речь шла иудействующие, которые пришли. Одни считали, вы Христа распяли, мы тут главный, а те говорили, нет, нам Бог дал, мы корень, а вы привились к нам. Речь шла только об этом, а не о том, что вот сказал и дальше уже все остальное язычники и делатели. Он о посте ничего не говорит, ни одного слова. Собор-то не принял никакого решения о посте. Почему? Так он есть. Язычники вошли, и что теперь? Церковь будет принимать какие-то законы, а язычников это не касается. Да мы все из язычников. Сегодня перебери у себя, кто из евреев-то. А тогда большинство в церкви были уверовавшие евреи. Три, там, пять тысяч уверовали. Ну, тогда больше ничего не надо. Ну, как это не надо? Откуда-то взято, что не надо? Закон не отменен, он возвышен, говорит Ян Златоуст. Тому закону пришел конец. Он был тенью будущих благ. Теперь более того, там написано, не клянись. Исполняй клятву, а тут не клянись. Там не прелюбодействуй, а в новом замете не гляни вовсе, чтобы не походствуй на чужую жену. А этот собор не сказал, это потом Господь сказал. А собор-то не сказал первоапостольский. А что он, отмел слова Христа? Ну, нет, конечно. Ну, нельзя же таким быть профаном, что раз, сказал и все. Там не написано многое, то, что они бы сказали. Вот это главное, которое показывало, что они христиане. И иудейское, если вы обрезываете, остались без Христа. В послании Галатам пишет Павел. Вот это вот. Обрезываться не надо. А он тут еще не сказали крещение. Когда собор-то постановил. Тогда и креститься не надо. Ничего не сказали о причастии. И тоже не сказали ничего. Тогда и причащаться не надо. Ну, нельзя же таким идиотом быть. А он про бороду не сказал. Да что говорит-то? Христос не пришел внешнее творение свое, которое тело выглядит, менять. Он нигде не менял этого и сам был с бородой. Ну, понимаешь, начинает искать лазейку в ад. Лазейку в преисподнюю. А вот так сказал Первый Вселенский Собор. Сказал. Ну, Христос сказал. Все с вами во все дни до скончания века. А разоксончания века, значит, и в Первом Соборе, и во Втором, Третьем, Седьмом. И всюду Господь. А там уже на соборах принимали. Там не написано, что. Когда они говорили, не убей. А почему они не сказали? Не убей. Ну, и так это понятно. А почему про аборты не сказали? А вот теперь и сказали. Правило Василия Великого Второе. За аборт 10 лет от ущения от церкви. Да что, их не надо? Пускай абортницы будут. А они эти, женщины, по названию на вторую букву алфавит, они храм весь забили. О них ничего не сказано на Первом Соборе. Ну, и так понятно. Им нельзя в храме стоять, с оглашенными выходить надо. А они нет, все стоят, и никто на это не смотрит. Там не сказано, придет время, оглашенной из-за детей не надо будет. Этого нет нигде. А Христос блудницу сразу принял. Церкви не было, не надо дурить. А разбойник на кресте? Церкви не было. Церковь еще не создана. Я создам ее. Создам мы в будущем. А где создал? Ну, вторая глава Деяния Апостолов и десятая. Дверь открыта для иудеев, отдельно для еленов. Вторая половинка открылась. Все понятно. Да, ну, это главная любовь. Главная любовь. Вот они себе, любовь. А что? Ну, любовь бабки к внукам. Ешь больше, спи дольше. Больше ничего нет. И здесь любовь, любовь. Вот мы, он ездил здесь, вот, в наше интервью, там некоторые выступают. Понимаете, никак не приемлемо. А у отца Владимира я там по душе. То есть, она ищет по душе, а не для спасения. По душе. А вот он здесь там дрогнул. Его коснулось. Там он не получил этого. Ну, а почему? Ну, каждому свое. Как говорит отец Владимир, обо мне вот, говорит, жестко. Там все вот так показал. Ну, горячий. Вот так колокол. И сам заулыбался. Два раза обо мне уже говорил. Только положительное. Хотя я никто, ничто. Но сказать это надо. Тем более, если хорошее отношение, не тот друг, кто медом мажет, а кто правду в глаза скажет. Вот это надо поднять, добиться. Ради истины и ради нашего дорогого отца Владимира. Убрать все ценники и за молитвы нигде не принимать. А сказать, кто желает пожертвовать на наше дело, что мы делаем здесь, не связанное с этой молитвой. Милости просим, счет такой-то открыть. Вот этот шахматок у него после каждого ролика для продолжения. Он ездит, где-то деньги нужны. Ну, нужно, он этим живет. Он мне говорит, ну как так, он сбрил бы бороду, у тебя бы народу больше было. Больше, правильно. Ну, а куда бы они пошли? Я бы мог быть не таким. А что дальше? На меня вчера один вышел. У вас сколько подписчиков? Ну, я посмотрел, там говорю, ну 36 тысяч. А у меня, говорит, 9 миллионов. Я такого не встречал. Он этим живет и работает, и получает деньги. А что там, детские игры там разные, все. Ну, у меня-то, у вас просто около витрины прошли, там женщина голая стоит. Люди-то идут, остановились. Ну, за день 5 миллионов прошло, еще толку-то. У меня, если кто приходит, они питаются здесь. Они возрастают. Они ищут, как выполнить Слово Божьей миссию. Он один у меня подписанный, стоит твоего миллиона. Потому что там никто. Один, исполняющий, говорит, в Западе, лучше, чем 10 тысяч, нарушающий их. И поэтому их количество ничего не значит. Но что оно по количеству? А если там один Самсон, а остальные лежат? Ну, разница большая. У меня люди, которые заходят, они чего-то стоят. Они верят. Они стараются, чтобы в храме все было по Слову Божию, по канонам. Какие-то каноны придумали. Это люди, которые оттуда приходят. Им никто об этом не говорит. Они их нарушают сплошь и рядом. Тогда церкви-то никакой православной нету. А есть разброд под именем православия. Под именем. Под этой эгидой продвигают. Я пришла, отдохнула. И так и мне хорошо было. А тут так строго. Нет, я не выдержу. Святые говорят, ты найди такого наставника, строже которого нет во Вселенной. Я по фну тебе Боровского говорю. У него там, кажется, монастырь стоял на земле, там, Георгия. И он говорит, князь, когда шел я на исповедь, колени подгибались от страха. У князя, который хозяин этого, колени подгибались от страха. Вот и все. Канонизированы. А возьмем, допустим, Иона, митрополит киевский, московский стал. У него с ним шутить нельзя было. И он говорит, святые не показали пощады грехам и грешникам. И от нас пощады не будет. Вот это отлучение. Были отлучения на 30 лет. Когда с врагами соединялись и выдавали, где спрятали верующих. А иные даже есть правила, которые и при смерти не причащать. Вот какие правила. Сегодня правила апостола Павла. Вообще убрали 14 правил. Из книги выбросили. А до еще Иосифова, до Никоновской. У меня на руках были, я все списал оттуда. Это было. Они все сокращают, убирают, чтобы их это не обличало. Но кому это надо? Давайте выбросим, а кривая строгость. А экономию возьмем. Я говорю, у вас не экономия нет, не экономия, а есть потворствование. Вот такой мой ответ. Отец Игнатий, мы знаем из Евангелия, что никого так не обличал Господь Иисус Христос, как фарисеев и книжников. И называл их гробами повапленными. Которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны всякой нечистоты. И тем не менее, Господь сказал, что не войдет человек в Царствие Божие, если его праведность не превзойдет праведности фарисеев и книжников. О чем это говорит? О какой именно праведности у фарисеев и книжников идет речь? И каким образом ее наши православные христиане должны превзойти? Что имеется в виду? О чем святые на этот стих какие давали толкование и пояснение? Что значит превзойти праведность книжников и фарисеев? Надо понять, кто они такие книжники-фарисеи. Книжники-это люди, знающие священное писание. Хорошо это или плохо? Ну а как толковать? Это хорошо. Но если не хорошо, тогда бы не написано Иисуса Новина, 1 глава, 8 стих. Да не отходит книга себе от уст твоих, но поучается в ней день и ночь, дабы в точности исполнить. 1-8. Теперь 1 Тимофеев 4, 16. Вникая в себя и в учение. В учение. Занимайся с ним постоянно. И так поступая, спасешь себя и слушающих тебя. А так не поступая, не спасешь себя. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. 5-39. Христос говорит, исследуйте Писание, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. О каком Писании он говорит? Писание я. О Ветхом Завете. Конечно. Но вон не было. Евангелие от Матфея будет написано через 5 лет после смерти Христа, вознесения его. Марка через 7 лет, Луки через 15 лет, Иоанна через 35 лет. Явное дело, что должно быть записано и на косяках, и воскрыли, и какие у них, и везде они писали закон свой. Сидишь за столом, везде говори о Слове Божьем. Значит, нужно знать. Иоанн Златоуст говорит, Собор ты не считаешь. А не считает, ты нарушаешь закон. А нарушает, ты погибаешь. И все от того, что не считаешь. А первый-то, Собор ничего не сказал об исследовании Слова Божия. Первый Собор ничего не сказал о миссионерском деле, идите пропадать Евангелие. Так что, им не нужно, что ли? Люди-то усыпились. Он там больше ничего не сказал. Он сказал то, что разнило, на что нападали евреи. Накладывали закон. Он только по этому поводу Собор вынес решение. Собор не выносил решение, которое общее для всех. И так понятно было. Язычники это сразу и приняли. Люди-то ничего не поняли. А они ничего не сказали. Я говорю, если так рассуждать, давайте. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Главное, Царство Небесное есть. Все, не надо мне дальше плащащих, не надо молитвы, не надо подвига, не надо поста, не надо милосты, ничего не надо. Блаженны нищие духом, их есть Царство Небесное. Все, пошел. Таких советуют за ноги удержать, чтобы они взлетели. Нельзя играть с Священным Писанием. Писание это не выборочно стих оторвать, а чтобы вся Библия до корочки нигде не противоречила твоему пониманию. А вот это самое трудное, и так и не удалось с сектантом. У них везде противоречит. Вот выбрали и Егова, и Егова, он дальше не может. Просчитали, чтить день субботний, все субботники. Это 27-го дня. Он дальше не может шагнуть, а дальше, говорит, творю все новое, почему не берете? Суббота была прообразом воскресения. Покой где? Получил Христос покой в субботу? Нет. Он в преисподней проповедует и нарушал субботу. А где? Первый день недели воскрес. Суббота указала на воскресенье в Новом Завете. Значение субботы перешло на воскресенье только в Высшем, как они исполняли. Книжники и фарисеи многое исполняли. Из фарисея получился самый великий апостол. Это из православных. Православные – это фарисеи. А, ну, два раза, почти в неделю. Да, фарисеи постился. У нас еще больше сделали, четыре поста. А у них было там каждый пост один день, а у нас по семь недель есть. Во всем. Им нужно было давать десятину. Десятину. Но из них один давал три десятины. Тавита, первая глава, восьмой стих. Тавита, один восемь. Вот. И праведность должна быть превышать во всем. Превышать. Потому что то, что давно было для ребенка, а это для взрослого человека, Ян Златоуст толкует. И поэтому мы должны все, все заповеди вознести на большее. Вот. «Щти отца и мать». «Так я чту его». Э, нет. Наше почтение выходит в загробный мир. Мы молимся о родителей, о упокоении в Царстве Небесном. И они-то придумали, как не кормить. Карван, и можно не кормить. Я отдал священнику. Попы даже на это пошли. Изо рта у родителей вырывали кусок, и этим прославлялися. А мы этого не можем делать. Наша праведность превышает их в понимании священного Писания в жертвенности за Христа. По любому пункту мы должны превышать праведность книжников и фарисеев. Мы знаем не только то, что они считали в новозаветном понимании книжников, Библию, и в новозаветном толковании святых отцов, и что об этом говорят святые соборы. То есть превышаем их во много раз книжников. А фарисеи, фарис это отделенный означает. Отделенный. Избранный. А мы избранные Богом. Везде говорится избранным моим. И ради избранных дни те сократятся. Много званых, мало избранных. Так мы кто? Званные или избранные? Люди боятся этого слова. Я сказал, что я из детства избранный. Мне Господь уже тогда привлекал на молитву. Как они поднялись? Да как это так? Да кто ты такой? Ну то есть сатана ропщит. А вы не избранные вы и ты должны кричать. Вот сейчас я поставил фильм, вы видели, нет, считали интервью с дьяволом. Да-да. Он как досадить надо тому, кто его сбросил с неба. Как? За каждую душу он борется, а я их буду ваттащить, а он будет страдать. Он прямо им отвечает. Как вы ролик поставили, как будто ты даже забываешь, что это артист играет. Как будто бы сам дьявол, как он губу нижнюю подожмет. Как говорит, неужели нам в церкви надо было? Да ты же в церкви в храме, разве будешь? Он говорит, я там, там мои люди. А кто это? Говорит, Макарий вели египетский. Макарий. Он идет, тащит свое кадило там, что может. А он говорит, куда идешь? Он говорит, литургия сегодня на храм. Так ты разве бываешь? Он говорит, ни одной литургии без меня нету. Дьявол отвечает. И поэтому он разбрасывает цветы. Цветы бросает, человек заснул там, по глазам провел там, выйти за чем-то надо или наоборот. Вот и ответ на то, что собор сказал и как его надо понимать во всей полноте, которая оставила нам церковь. И в этой книге правил, которые подарил лично мне митрополит Виталий. Я думаю, таких книг найти с личной дарственной надписью от митрополита немного будет. А я еще не виделся с ним до этого. А его сердце уже было со мной вместе. Это Бог так делает. Представьте, рукой написать, но это чего-то стоит. Я очень ценю эту книгу. Видишь, как легко оглавление. Открыл, только сразу раз, и все. Я слышал, что в этом принимал очень большое участие грабы. он у них митрополит был, а епископ, граб Григорий. Очень умный был из тех епископов. Говорит, самые умные. Это мне говорили, когда я ночевал в доме Виктора Потапа в Вашингтоне. Там что-то за его сына это было, я-то не вникал. Вот так. Благодарю, Атец Игнатий. И, наконец, я вспомнил одну книгу, которую прочитал лет 20 назад. Она называется «Православие и религия будущего». Написанная американским священником Серафимом Роузом. Да. Так вот, он в этой книге употребил одно выражение, которое запомнил на всю жизнь. Он сказал, что есть такое явление негативное в нашей церкви православной, как православие с комфортом. Да. Имеется в виду, что люди хотели бы жить не так, как наши праведники святые, а с комфортом. То есть, вкладывал в это понятие то, что мы сегодня не хотим. Как положено, поститься, не чреугодствовать, от души спать, ну, в общем-то, испытывать все блага жизни, при этом называя себя православными. Вот почему у нас, если жить по-настоящему, по правилам церкви, по канонам церкви, по заповедям крестовым, ну, никак не получится жить в комфорте. И насколько совместима вера православная с комфортом. Понимаете, это начинается свыше. Вы видите, вот приезжает в какой-то монастырь патриарх, я о Кирилле говорю, и это все в интернете выставлено, я не осуждаю ничего, но вокруг лимузины, и сразу охрана выстраивается, вплоть до снайперов. Ужас какой. Охраняет. А надпись Кирюша совсем не надеется на Бога. Понимаете как? А вот Павел какой, шестой он у них был, сербский, он ходил в подряснике, и черного хода у себя заходился обратно в остальной монастырь, никто не подходил к нему. Папа Римский там отменил, чтобы целовали руки, а наши нет. За время одной службы священнику там десятки раз ходил, опадал, руку поцеловал. Ну, ни стыда, ничего нет. Вот мне звонит однажды полковник один, и говорит, я вчера смотрел патриарха, говорит, там, и вот они ему пуговки застегивают, поднесли ему воду, он там моет, лесо протирает, да он еще дома не моется у вас, расческу принесли, застегивают, его родители не научили как пуговки застегивать. Люди-то понимают буквально так, да нет, это наше раболепство. Ну, зачем это нужно-то? Мне звонят, я ничего не могу ответить, ну, вот такой, как есть. Ну, это вы видели, когда начинают, его облащают, когда на него надевают, как вот коня готовят на сражение куда-то. там, риза не гнущаяся, пояса там разные, и Петрахиль, сбоку, там, меч у него, этот, подручник, который, палец называется, ой-ой-ой, награды какие-то, награды только одни, награды, раны, претерпел за Христа, удары. Павел об этом и говорит. Особенно в православных, нетерпимых, когда ты скажешь, что удалось сделать это. Ой-ой-ой, я похвалился, я никак. Почему? Павел не боялся, говорит, я более всех потрудился, я более всех сделал, более всех, а мне священник один звонит, партаирей. Я, говорит, читаю, когда бы я не читал, я сразу вас вижу, передо мной вы стоите. Это ваша доля. Я говорю, а вы как? А он пишет мне, я говорю, зачем у тебя лишние килограммы-то? На днях на меня один зашел, лежит как медуза на берегу, ее выпкинуло волной. Я говорю, какой у тебя вес-то? 150 с лишним там вот. А рост какой? Метр 73. Я говорю, у меня метр 72, у меня 65 килограмм. Это я уже говорю, у тебя 70 с лишним килограмм, что ты думаешь-то? Ну, вот почки на работу. Да какие почки? Тогда помпа пожарная должна быть качать. Такую тушу надо же в каждую клетку кровь качать, перерабатывать. Корм червям, больше ничего нету. Сегодня как раз считали об объедении, там все это сказано. Надо открыто сказать, а вы сказали. Ну, сказал и все. Я не виновен. Теперь, из Икиля 3.18 на мне уже остановилось. Если ты видел и не говорил, он погибнет, а его кровь я обзащусь с тебя. Ко мне это не относится. Я не смолчал. Сказал патриарху это. Патриарх. Он же может, маленько, показывать часы там за 300 тысяч. Таких. Ну, я не гляжу. Люди все время говорят. Из 100 человек, которые заходят, сейчас рулетки, 100 человек об этом говорят. Я говорю, да ну, это он отвечает. Я за себя отвечаю. Что мне чужие считать, сучки, когда свои бревна не вытащил? Никак. Почему они так делают? Ну, почему? Вот так. А что за обедом у них бывает? Какие вины, когда показывают? Ну, возьмите, вот, в трапезной картина, там есть такая, старинная, там благословляется, и как обедают, и что там есть. По-простому не хотят, значит, никакого царства не получат. Живи бедно. Мало ешь, мало пить, здраво будешь. А тут какой-то Митрофанов выходит, на стул, на два стула садиться надо, и учат людей. Им не стыдно, ничего, такая вот рожа, такая вот роба, и перед народом выходят, учат. Ну, уже все видят, что свинья подрезы. Ну, что ж так-то? Ну, нельзя так. Я им говорю об этом, они обижаются. Ко мне приезжал Олег Стеняев. Мы стоим на перроне, а подошел мужик один, на разъезде на нашем, и вот так, ладонью, с обратной стороны, по пузу-то, а ты не их рода. Это Божья Матерь говорила Серафиму нашего рода, а это ты его рода. А ты священник. Ну, маленько ты, поставь преграду во рту-то, с такой тушей перед народом вылазите. И сколько их таких? Начинает сгонять жир, да какими-то методами. А метод один, не ешь, больше работай, потей. У нас был, да, это третий митрополь, епископ, тогда этого был Масендищ Антоний. Туша такая. Ко мне, я его пригласил, он у меня дома обедал. Надежда Васильевна, у меня мастерица, там пироги разные, рыбная печь. И он поднимается, до поворота лезть, а ты пых-пых стоишь. Я говорю, что пыхтишь-то, как паровоз? Ты переходи ко мне сюда, жить со мной, я с тебя через два месяца настоящего человека сделаю. А он решил по-другому делать. Какие-то принимать с надобья, чтобы жир сжечь. И умер внезапно, сразу умер, 41 год. Нету, все, я говорю уже в пустоту. А я ему говорил, вот толстый такой был, прям вот, ну, невозможно. Ну, нельзя же так ненавидеть свою плоть. Я говорю ему, как бы это, ну, затравлю их. Я говорю, я когда в бане бываю, бываю, на свое тело посмотрю, баня своя деревня, а тут-то я не хожу в баню. Если голову мою забросить в одну сторону, а тело в другое, по телу никто не догадается, что мне 80 лет. Никто. У меня нет ни одной складки, ни подбородка, нету жилы, видать, у меня нету ничего этого. А почему? Потому что оно не надувалось тело, и когда под старость морщится, оно висит, как буквально везде. И там только две жилы под горлом, видать, вот здесь вот, на чем голова висит. У меня ровно совершенно. А почему? Такая прошла жизнь. Я не считал, что я не доедаю. Чтобы понятно было, сколько уходило на питание, когда я работал на стройке, на второй этаж, там, бетон, каталкой, точить, самая тяжелая работа у меня была. Шпалы, рельсы носить. 11, больше 11 рублей в месяц не уходило. 11 рублей. Кирпич хлеба стоил 16 копеек. Зачем же я питался? Картошка была своя. Бог дает силу. Бог. Не пища. И поэтому удалось сон довести до двух с полных часов. А это среди дня лежит, как сейчас рулетки-то. Лежат мужики. У тебя, во-первых, лежит, у тебя кровь в себе сворачивается. Один тромб, и ты на той стороне уже. Нельзя днем ложиться никогда. А подложи подушку, так обопрись, ну, не больше 15 минут. Если, конечно, ты спал, ночью не больше трех часов. Я как-то высчитал, если днем не разрешают отдыхать, после 60 лет срок, сокращает человеку жизнь. А если ложиться до 60 лет, тоже сокращает жизнь. 60 лет рубеж. А какой ты за этот рубеж пойдешь? Тот, который был до этого, другим ты не можешь быть. Вот так. Поэтому есть надо меньше, и меньше потребуется денег, и больше у тебя высвободится на дело Божье, на благовестие. И вот выйти на дорогого у меня отца Владимира. Просто вопить надо, чтобы немедленно убрал. Как они не чувствуют? То ли они духом омертвели, или... Как это можно не понимать? Люди связывают все с молитвой. Тем более, прямо написано поминание. Это все из... А чем вы отличаетесь тогда от патриарших крохоборов? Они везде. Сколько имен записано, за что взять. Ценники висят. А это пожертвование добровольное. 5 тысяч, 3 тысячи. Лукавые, хитрые, жадные. Жадные толпой, стоящие у трона. Свободы, гений и славы палачи. И... Ну вот у меня все на это. Отец Игнатий, каким временем я еще располагаю, чтобы у вас сегодня отнимать, и чтобы мера была? А когда? На что? Ну, по времени. Сколько я могу еще вопросов задать вам? Ну, сейчас все закончилось, а то приготовьте и зайдете сегодня же. Все пока по теме конкретно. По отцу Владимиру и по деньгам. Чтобы Господь его спас. Чтобы он не издумал где-то кого-то благословлять. Дальше ему меч да мокло вписит над ним. И надо принять как от Бога. У него есть один недостаток, очень большой. Очень большой. Рукоположен раньше 30 лет. Нарушено каноническое правило 6-го Вселенского собора, 14-15-е. Его Господь убирает по любви к нему. И он должен это принять. А не так, что постарел на 10 лет. Глупости всякие. Поэтому народ, расположение, все, которые люди к нему, не поймут. Просто открой счет и пожертвование на добрые дела. И все. От молитвы убрать не связывать. Это симония самая настоящая, позорная, проклятая Богом. Спаси Христос, отец Игнатий. И у меня последняя просьба. Помолитесь Господу, чтобы меня Господь прижал, чтобы я был более строгий к себе. Ты о себе говоришь? Да. Ну, я молюсь о тебе всегда, каждый день. Я больше ничего не могу сделать. А ты обо мне молись. Спаси тебя, Христос, друг мой. До свидания. Аминь. Аллилуйя. Ангела-хранителя. Спаси, Христос. Все, уходим.